В 75-м году прошлого века Леонид Куравлёв работал в Ярославле. Именно здесь режиссёр Георгий Данелли создал один из шедевров советского кино – комедию «Афоня». По маршруту сантехника Афанасия Борщева. Мы и отправимся. В начале фильма «Афоня и Федул» идут через Советскую площадь, ещё открытую для движения транспорта, в площади Волково. В кадре хорошо виден памятник основателю первого русского, установленный незадолго до начала съёмок в 73-м году. Герои фильма приезжают в Брагино, на Ленинградский проспект. Вероятнее всего, в кадре 63-й, 65-й дома. Вот так они выглядят сегодня. В одном размещался ЖЭК, в котором Афанасий Борщев работал сантехником. Брагино строилось, возводились новые высотки. Сейчас здесь яблоку некуда упасть. Вот на месте пустыря теснятся магазины. За моей спиной кафе «Ассоль». Сегодня здесь размещается универсам. После ремонта здание изменилось. Уже не напоминает ту пивную, в которой Афоня знакомится с Колей. Но до последнего дня работы знаменитый общепит не менял своё название. Го-го. Свежая. Угощай. Георгий Данелли поселил своего сантехника в Брагинскую хрущевку. Вот здесь, около дома 61, на проспекте Дзержинского, Коля ждал Афоню. А вот и точный адрес самого Борщева. Афоня жил в 59-м доме, в 4-м подъезде. В большинстве случаев. В первый раз, возвращаясь домой, он почему-то заходит в третий подъезд дома. Но спешим это на киноляп. Тем более, что фильм, утверждают очевидцы, снимался в сжатые сроки. Снимали Афоню вот здесь, в нашем дворе. Ещё когда мы приехали, здесь ещё не было ни деревьев, ничего. Собирали жителей. Гребли тут, как я помню, этими граблями. Сам Леонов был тут. Мы видели его. Заходил к нам чай пил. Мне сказали, что кто-то звонил. И я подумала, что это вы. Я? Не, я не звонил. Героиня Евгении Симоновой Катя Снегирёвой вовсе живёт на Которольсной набережной. Окна её квартиры выходят на храм Николы в Рубленом городе. Именно сюда Катя стремится дождливой ночью из квартиры Борщева. Общественный транспорт уже не ходит. Афоня даже не предлагает проводить. Из Брагина на Которольсную набережную пешком. Девушка, наверное, добралась домой только к утру. Я бы тебя проводил, но... Ну что вы? Зачем? Ну как хочешь. Пока. А я тебе позвоню как-нибудь. Четыре года назад в Ярославле появился памятник сантехнику Афонии, штукатуру Коле. Идею подсказали сами ярославцы, которые приняли участие в вопросе на тему, какой персонаж мог бы являться олицетворением жителя города. Оказалось, что именно Афоня.